Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 20 лет назад, в период разрухи, которая была и в умах, и в стране, и когда распался на разные союзы и союзики, единый союз писателей СССР, здесь, на Урале, в Западной Сибири, потому что Тюменская организация была одной из первых, кто вступил в ассоциацию писателей. Тогда она называлась просто Урала, потом уже обросла и Сибирью, и по Волжьям. И сегодня уже 24. 22. Потому что две организации, ну, с нашего Тюменского севера, с Ямала, они сократились ввиду того, что люди переехали на большую землю, и это вполне живой процесс. Ассоциация, да, живой организм, который и растет, и сужается в момент, но тогда, 20 лет назад, ее создание было насущным и очень необходимым. Когда писатели в глубине России вдруг поняли, что объединяться для делания добрых дел, для сшивания разорванного литературного пространства, это гораздо важнее, чем ссориться, предъявлять друг к другу претензии, искать виноватых, правых. И тогда в первый год объединились пять организаций. Пермская, Челябинская, Тюменская, Ханты-Мансийского автономного округа и Екатеринбургская и Свердловская организации. Эти пять организаций были ядром, вокруг которого начала развиваться, разрастаться и в лучшие свои годы действительно объединяло 24 республиканских, окружных, областных организаций, Союза писателей России и Союза российских писателей. Для того, чтобы сшивать это разорванное пространство, был изобретен принцип кочующей столицы. Ежегодно столица, место проведения нашей ежегодной конференции менялась. И как-то так несправедливо получилось, и я считаю, что это несправедливо по отношению к Тюменской областной организации Союза писателей России, одной из наиболее активных организаций Союза писателей России. Несправедливо, что в Тюменской области такой конференции мы не проводили ни разу. И здесь, говорится, не было печали, да радость помогла. В следующем году исполняется 400 лет Тобольско-Тюменской митрополии. Владыка Дмитрий, митрополит Тобольский-Тюменский, член Союза писателей России, давний друг нашей ассоциации, высказал год назад предложение. Они провестили нам в год юбилея митрополии конференцию в Тобольске. В городе, знаковом для отечественной истории, для отечественной культуры, столицы Сибири. И, что очень важно, назрела необходимость обсудить вопрос русская православная церковь и отечественная словесность. Отношения складывались не всегда ровно, начиная от протопопа Аввакума, кончая графом Львом Николаевичем Толстым. Как сегодня выстраиваются эти отношения. Это можно еще и в советские времена. Продолжить советские времена и, наконец, взлет, соработничество последние десятилетия, когда по инициативе нашего бывшего председателя Союза писателей России Валерия Николаевича Ганичева, Союз писателей России выступил одним из соучредителей Всемирного Русского Народного Собора. И Валерий Николаевич был сопредседателем этого собора. И вот с этих пор наше взаимоотношение с митрополиями, епархиями, русской православной церкви в регионах крепнет год от года. Я знаю тесные отношения. И патриаршая премия. И патриаршая премия, да. И ряд митрополитических премий, которые, может быть, забегая вперед, могу сказать, что вчера во время рабочего совещания, которые вместе с советником губернатора Тюменской области Александром Павловичем Новопашиным, членом вашей писательской организации и еще одним замечательным писателем Анатолием Константиновичем Мичуком. Мы встречались с главой литературной литературной премии России. Мы встречались и с главой города Тобольска Афанасьевым Максимом Викторовичем, и с многоуважаемым владыкой Дмитрием. И обсуждали вопросы проведения этой конференции. И родилась замечательная идея организации филофеевской литературной премии, которую будет окормлять владыка Дмитрий. И это как раз подчеркивает, что взаимодействие церкви и писательского сообщества все нарастает. Вот поэтому и было принято решение провести в следующем году 21-ю конференцию Ассоциации писателей Урала в славном городе Тобольске. Приедут представители 20 субъектов Российской Федерации. Мы надеемся, что приедет. И уже переговоры я провел с Владимиром Николаевичем Крупиным, первым лауреатом Патриарской премии, о которой ты упомянул. И с корифея в сегодняшней литературе. Современной русской литературы. Надеемся, что приедет Лолу Ткирна Звонарева, доктор исторических наук, академик Раен, которая как раз выступит садокладчиком. Доклад попросил я глубоко уважаемого владыку Дмитрия сделать. Вначале было слово об истоках вдохновения. Мне кажется, это очень важно. И это для каждого писателя вопрос, стоящий каждый день, когда он кладет перед собой чистый белый лист, берет в руки, пусть не бюсинное перо, но вторую ручку, или садится к клавиатуре, ноутбук или компьютера. Вопрос прихода вдохновения и ответственности за слово, которое он произносит, заносит на бумагу. Это очень важно. А Лола Ткирна могла бы сделать садоклад, посвященный как раз вот этому историческому экскурсу взаимоотношений русской православной цели. Она же замечательный критик литературный. Литературный критик, да, и секретарь Союза писателей Москвы, то есть наш тоже давний партнер и друг нашей ассоциации. Мы в прошлом году проводили у себя форум писательский, посвященный 55 нашей писательской организации. И мы тогда впервые пригласили не только тех, кто пишет, а тех, кто занимается продвижением творчества писателей. И Большой зал областной думы на 300 мест был заполнен, кроме писателей, библиотекарей, учителя литературы, преподаватели литературы из университета, ученые, руководители общественных организаций и союзов художников, театральных деятелей. Как эта конференция, не планируете аналогично? Как раз вчера об этом говорили с главой Тобольска и с Владыкой. Прежде всего, должен сказать редко, мы говорим добрые слова тем, кто работает. Вот я должен поблагодарить тебя, Леонид Кириллович, за ту работу, которую ты ведешь в родном регионе с писателями. И сегодня Тюмень во многом такой экспериментальный полигон. Я помню ваши писательские комнаты в гостинице «Восток», где творчество писателей, ваши десанты в разные края, регионы, самые отдаленные районы области. И вы даже окормляете тут нашу область, ездите постоянно в ТАВДУ на поэтическо-песенный фестиваль. Да, песенно-поэтический фестиваль. И много литературных премий, Рышевская премия. И здесь у вас в городе делается. Поэтому огромное спасибо за эту работу. Теперь к твоему вопросу. Конечно, нет смысла проводить то или иное обсуждение проблем литературы и церкви только для писателей. Вчера говорили с главой города. Не было между собойчиков. Ну, конечно. Говорили с главой города, что мы бы очень хотели, чтобы в этой работе приняли участие и учителя русского языка и литературы, и библиотека города Тобольска, и Тобольского района. Может быть, в ближайших районах, ты помнишь, как в Курганской области, собрали на такую же конференцию практически все районы области, в городе Шадринск, когда мы проводили. И студенты педагогического и другого института, которые есть, в городе, политехнического института. Чтобы разговор мастеров слова, не побоюсь назвать наших с тобой коллег, так, и владык русской православной церкви, потому что мы хотели бы пригласить владыку Климента, это руководитель издательского отдела патриархии. Поэтому этот разговор, мне кажется, он значим для общественности, для людей культуры. Понимаешь, мы как-то походя забываем о том, что русский язык – это основа нашей государственности. Я недавно, когда мы проводили акцию «Бессмертный полк русской литературы» в разных регионах Урала, эту акцию поддержали, и в прошлом году участвовали в ней тюменские писатели, «У меня вдруг родился такой экспромт, над Пушкиным парит орел двуглавый, и справедливо будет рассудить, что наш язык родной – оплот державы, его не будет родине не быть». Вот мы ведь сохранители языка, сохраним язык, сохраним традицию, есть будущее в нашей стране. Я, прежде чем подойдем к стихам, хотя уже и начал, вроде бы… Ну, поэту не надо возможность почитать строчки рифмованные. Ты как бессменный руководитель ассоциации, как доктор наук, как полковник армейский, как человек, который очень активно ведет общественную деятельность, и по твоей же инициативе, и литературная премия Урфо у нас возникла и существует. Сегодняшняя… Ну, это инициатива команды, люди. Давай будем так говорить. Нет, ну, команда не команда, но все равно кто-то эту риску-то забросил команде. То есть, как в фильме «Саид поджигай». Да. Сегодняшнее положение… Давай будем говорить о региональной литературе. А сегодня это очень условное понятие, региональная литература. Я вот буквально… Ну, некоторые вообще против этого термина выступают активно. Я, наверное, отнесусь к числу тех, кто говорит, что литература или она литература, или не литература. Условное деление, столичное и региональное, очень условное, особенно сегодня век соцсетей, век интернета, век возможности позиционирования человека себя в медийном пространстве. Это понятие очень условное. Но, извини, но бумажная литература, на бумажных носителях, она ведь за пределы своего региона очень редко выходит. Если издавалось в регионах. Если издавалось в регионах. Спасает, опять же, электронный носитель, книги на электронном носителе, выкладывание альманаха «Врата Сибири» в интернете. Альманах Ассоциации писателей Урала «Чаша Кругая» в интернете. И как главного редактора альманаха, я думаю, ты меня понимаешь, идет ведь поток просьб и писем опубликуйте. Причем из-за рубежа, из Израиля, из Германии, из Чехословакии приходят рукописи с желанием опубликоваться. Это свидетельство о том, если бы наши издания были региональными, они не вызывали бы такого желания. Вот совсем недавно мы опубликовали девочку Анастасию Никольскую из Лови Востока, из Москвы, авторы. В альманахе «Чаша Круговая», которую участники конференции получат, в Тывкаре, которая 20-я конференция у нас пройдет в республике Коми. И вместе с конференцией, извини, что я немножко ухожу от вопроса, вместе с конференцией будет проведено первое в истории нашей ассоциации Всероссийское совещание молодых переводчиков. Собирается 40 молодых литераторов, переводящих стихи и прозу, и учить их будут мастера этого дела. Валерий Латынин, Магомед Ахмедов, Арсен Титов, Нина Ягодинцева, Андрей Попов из республики Коми, Геннадий Викторович Иванов, Первый секретарь нашего Союза и известный переводчик поэтов Кавказа. Поэтому на самом деле уже давно стало общим местом, что Геннадий Викторович Рождеев рождает провинция. Ну, вспомни самые выдающиеся имена отечественной литературы конца 20-го столетия. Я больше к деревенщикам, но это Федор Абрамов, Архангельская область, Василий Белов, Тимоний. Николай Рубцов, Вологодщина, Николай Носов, Распутин, Валентин Григорьевич. Лихоносов, Распутин, Астафьев. Упомянутый уже Владимир Крупин из Кировской деревни. Личутин. Поэтому сегодня говорить о том, что есть региональная литература. Вот вопрос известности людей, живущих в регионе, он, конечно, стоит остро. Я недавно вернулся с книжной ярмарки в Новосибирске «Книжная Сибирь». Как раз один из круглых столов посвящен был проблеме регионального книгоиздания. Но это, наверное, тема другого разговора, потому что там есть проблемы. А не есть проблемы существования вот этих небольших издательств. Все упирается, как всегда, в распространение книг, попадание этих книг на прилавки магазинов, центральных магазинов, скупленных в основном столичными монстрами. На мой взгляд, все упирается, и я не устаю это повторять, в проблему государственной поддержки книгоиздания в стране. По крайней мере, учебной литературы, литературы для детей и юношества. Это, если государство не возьмет в свои руки этот вопрос, все будет так, как сегодня. Я тоже считаю, что по форме госзаказа военно-патриотического воспитания, духовное воспитание, мы об этом говорим, а по сути... Вот Русская Православная Церковь, возвращаясь к проблеме нашей конференции, она очень умело и хорошо решает проблему распространения литературы духовной. Через киоски при храмах, через свои издательства «Сибирская Благозвонница» и ряд других православных издательств. И, кстати, это одна из тем, которые мы будем обсуждать на нашей конференции. Вот я нашим зрителям, особенно зрителям Тюменским, должен сказать, ну, что ты у нас бываешь, но нечасто, особенно на встречах с читателями, что Александр Кердан автор замечательных исторических романов, и не только исторических, и прекрасный поэт. Ну, роман читать сейчас не будем. Обидно, обидно. Саша, но стихи ты почитать можешь. Милая родина, малая родина, Деды в бревенчатый дом, Сразу, конечно же, в рифму, Смородина, та, что растет под окном, Рядом малина, колючий крыжовник, А за забором репей. Будь ты хоть праведник, Хоть уголовник, Будь в этом мире ничей, Здесь обретешь Все, что было, утрачено, Пусть никого не найдя, Холмик над мамой, Крестом обозначенный, Серая сетка дождя, Добрая мама, Кровиночка алая, Сделалась пятью земли, Родина милая, Родина малая, Можно в горсти унести. У тебя есть пронзительные стихи И о деревне, Моя любимая тема, Потому что я деревенский родом, Но ты-то ведь городской, Ты из города. Кстати, должен сказать, Что буквально на днях В родном городе Александра Борисовича Кердана Почетным гражданином, Которым он является, И где городская библиотека Носит имя Александра Кердана. Ну, я в этом не виноват. Это мои щедрые земляки. Я сам чувствую себя несколько неловко, Что еще живой, Но я думаю, Что это быстро проходящий недостаток. Ну, а то, что живой носит имя, Я ведь уже пять лет назад Начал вот эту кампанию у нас в области, И мы действительно стали называть библиотеки Именами живых, Но очень заслуженных литераторов. Здесь, Илья Кириллович, Это правильное решение. И это просьба самих библиотекарей. Потому что, Когда у библиотеки появляется благодетель, Хадатай, Человек, который вдруг начинает чувствовать За нее личную персональную ответственность. Да, и он чаще будет. Он не только чаще будет, Он ищет инвесторов, Чтобы сделать ремонт. Он привозит туда книги. Не только свои, но и друзей. Он притягивает туда литераторам других, Чтобы рассказать, Что вот такая библиотека. И в конечном счете, мне кажется, Как это ни парадоксально, Выигрывают все. Выигрывает наша отечественная литература. Ну, если о Коркина, Илья Кириллович как раз заикнулся, Что он скоро собрался вместе С Анатолием Константиновичем Мамельчуком Побывать в моем доме. На кентоновских чтениях. Они уже пятые по счету. На них ежегодно приезжает Порядка полутора, Двух десятков писателей Из разных регионов Урала, И Сибири, И ученых, И артистов, И исполнителей песен. И вот 28 сентября, Я верю, что все это состоится, Что мы встретимся на моей родной земле. Стихотворение о городе Коркино. Мы все природы сыновья И логики подвластной, Древней, Не потому ли родился я На стыке города с деревней. В окно кричали петухи, Но громче их гудки разреза, И с измальства Мои стихи На стыке неба и железа. До леса лишь рукой подать, И до вокзала недалече, И вечен, Словно благодать, Миг от прощания До встречи. Если можно, не могу не прочитать стихотворение о маме, потому что мама для меня это мое все, царство небесное ее нет уже в живых, восьмой год, но она в моем сердце живая. На окошке у мамы горшочки, А в горшочках цветочки, цветочки, И цветут те цветочки весь год, Даже если за окнами стужа, Ему в стужу ни капли не хуже, Мама их непременно польет. Вот вся жизнь, Чтобы она расцветала, Надо, если подумать, Так мало, Не украсть, Не солгать, Не убить, Жить пытаться подчеловечье В этом мире таком быстротечном, И цветочки полить, Не забыть. И может быть, Что-то еще в разнобой Такое веселое? Веселое? Ну, по любовь. Ну, по любовь, Потому что, Кто слушает стихи поэтов сегодня? Конечно же, Милые женщины. Вот такое стихотворение Из совсем недавно вышедшей в свет книги, Она называется Живая вода, Прижавшись к друг другу, Как зерна граната. Глядим беспечально на пламя заката, Который гранатовым цветом напоен, И дышит, И пышет полуденным зноем, Суя, что и ночь не подарит прохладу. Но нам, молодым, И прохлады не надо, Лишь только, Пкасаясь горячей кожей, Срастаться судьбою, Такой непохожей, Как зерна граната, И мы безупречны, И в каждом таятся и космос, И вечность, И ощущение вселенского зноя, В котором сгораем мы вместе с тобой. Но мы пока не сгораем, да, Леонид Кириллович? Горим, но не сгораем. Наша задача еще что-то посеять, Разумное, доброе, вечное, Чем мы будем заниматься. Продолжим стихи, У нас еще есть 2-3 минуты эфирного времени. Ну тогда, раз уж начали о любви, Попал в славную Тюмень, В такие дожди проливные, Вот вчера мы ехали из Тобольска в Тюмень, Что, само собой, на ум приходит стихотворение. Сердце чувствует дождь, Задыхается, бьется, Как манометр, взявший шкалу до конца, Только капелька, чуть, И прибор разорвется, Бесконечно не служат сердца. Я послушаю здесь, за природой смотритель, С той лишь разницей, Если рванет, то конец, Задыхается сердце. К любимой пустите, Только так продлевается жизнью сердец. Там хоть дождь, хоть жара, Ничего мне не страшно, Здесь любая погода, Почти что инфаркт. Дует ветер с востока, Горячий и влажный, Сердце чувствует дождь. Будет дождь, это факт, Будет дождь, будет теплый, Как слезы при встрече, Без которых, наверное, было б честней Умереть, Обнимая, как милую, Ветер, Тот, который приносит мне Вести о ней. Один тюменский писатель, Довольно известный поэт, В свое время написал, Что в Екатеринбурге Нет поэтов. Я даже знаю фамилию Этого замечательного поэта, Но не будем тревожить его память. Да, не будем цитировать Его стихотворение, Еще под занавес Одно стихотворение, Для того, чтобы доказать, Что есть в Екатеринбурге Поэты, И хорошие поэты. Да доказывать, Ведь ничего не надо. Мне кажется, Поэты не должны Ничего доказывать, И ничему учить не должен. Он делится Какими-то смыслами, Которые вдруг открываются ему, И мне закон открылся, Между прочим, Как прожить И смерти не робеть, В радости Не радоваться очень, В горе без отчаяния Скорбеть, И хотя старею понемногу, И когда-то в свой черед умру, Верую, Что все дано от Бога, Значит, все, что деется, К добру. Спасибо. Я должен извиниться, Мы бы могли еще с вами Здесь быть в эфире, Но у нас буквально Через 20 минут Встреча с старшеклассниками Одной из тюменских гимназий, Поэтому вынуждены С вами прощаться, До новой встречи. Спасибо, Александр Борисович. Спасибо, Леонид Георгиевич. Спасибо вам, Уважаемые зрители, За внимание, Которое уделили нашей передаче. До свидания. До новой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова